Время новостей на телеканале Север в студии Алины Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе остается выявленным один случай заболевания гражданина новой коронавирусной инфекцией. В обсерваторе под наблюдением медиков находятся 5 человек. 157 местных жителей в режиме самоизоляции на дому. Безопасность превыше всего. В аэропорту Нарьинмара продолжают действовать усиленные меры по недопущению распространения коронавируса. В павильоне прилета дежурит бригада медиков. В зоне вылета установлены обеззараживающие установки. Жители Нарьинмара смогут заказывать продукты питания и услуги на дом. Специально для этого разработана платформа Маркет 83 РФ. На ней будут представлены более 25 торговых точек и салонов окружной столицы. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Россия преодолела рубеж в 21 тысячу человек, заболевших COVID-19. Стремительно развивается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация у наших соседей в республике Коми. Там уже зафиксировано 305 случаев заражения. Сегодня Коми находится на четвертом месте в стране по уровню заболеваемости после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В Ненецком округе остается выявленным один случай заболевания гражданина новой коронавирусной инфекцией. Такие данные на 14 апреля привела главный санитарный врач региона Наталья Кирхар. По ее словам, в обсерваторе под наблюдением медиков находится 5 человек. Это иногородние граждане, прибывшие в округ в командировке, а также 157 местных жителей в режиме самоизоляции на дому. В целом, с момента введения мер профилактики после соблюдения 14-дневного режима изоляции и проведения повторных исследований, сняты с контроля 229 человек. Проведено 679 исследований. В наличии у окружных эпидемиологов сегодня есть более 1000 тест-систем для проведения исследований на коронавирус. До 19 апреля, согласно постановлению временно исполняющего обязанности губернатора Неницкого округа Юрия Бездудного, действуют усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Приостановлено проведение физкультурно-спортивных, туристических и развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг. Ограничительные меры по-прежнему распространяются на работу предприятий общественного питания. Исключение – обслуживание на вынос. Ограничение не распространяется на предприятия питания для работников организации. Также до 19 апреля продлевается и приостановка работы салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, за исключением общественных бань. Продлевается и срок рекомендации воздерживаться от посещения религиозных объектов. Ограничения на установленный период касаются и организаций, оказывающих стоматологические услуги за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. В школах и профессиональных образовательных учреждениях продлевается дистанционное обучение. В детских садах по-прежнему будут функционировать только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать в этот период. Власти Ненецкого округа выделят 20 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Эти средства направят на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19, приобретение лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, обеспечение питания медиков в стационаре. Данное решение было принято в ходе заседания администрации Ненецкого округа. Более 20 миллионов рублей из бюджета Ненецкого округа будут направлены на реализацию в апреле-май мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Чуть более 13 миллионов рублей направят на приобретение лекарственных препаратов и медицинского оборудования, средства индивидуальной защиты медицинских работников. Еще 3 миллиона рублей на питание медицинского персонала, оказывающего стационарную медицинскую помощь в связи с лечением пациентов с COVID-19. Порядка 3,7 миллиона рублей будут направлены на региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам. Как отметила глава профильного регионального ведомства Сергей Свиридов, средства окружного бюджета будут направлены на выплаты тем категориям медицинского персонала, которые не вошли в перечень, утвержденные правительством России о стимулирующих выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Это врач и фельдшер санитарно-авиационной службы, врач клиника диагностической лаборатории, фельдшер-лаборант, рентгент-лаборант, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра функциональной диагностики, медицинский лаборантный техник, водитель скорой помощи. Выше перечисленным категориям медицинских работников будут установлены выплаты в размере от 20 до 80% от среднемесячной зарплаты в зависимости от категории. Ранее о финансовой поддержке медиков, борющихся с коронавирусом, из федерального бюджета заявил президент России Владимир Путин. Соответствующие средства в размере 5 миллиардов рублей были распределены между регионами 3 апреля. Ниньцкий округ получил 1,7 миллиона рублей. Накануне правительством на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам распределены дополнительно 50 миллиардов рублей. 9 из них Ниньцкому округу. Мария Даник, Телеканал Север. Глава Заполярного района Виктор Ильин войдет в состав оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Ниньцкого округа. Такое решение было принято по итогам встречи Виктора Ильина с временно исполняющим обязанности главы региона Юрием Бездудным. В ходе встречи обсуждались вопросы недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Юрий Бездудный обратился к Виктору Ильину с рекомендацией усилить взаимодействие с главами сельских муниципалитетов по соблюдению мер безопасности в окружных селах. В частности, стороны обсудили возможность усиления контроля за пассажирами, совершающими перелеты на внутрирегиональных авиарейсах. Речь шла о возможности проведения термометрии при вылете из аэропорта Нарьинмара в населенные пункты округа. У меня есть предложение и на вылете точно так же проверять людей с температурой, дабы мы понимали, что есть, я не имею ввиду Архангельск, там Москву, но местные авиалинии, которые летят, чтобы мы тоже этих людей могли выяснить. Речь идет о том, чтобы мы больных людей не сажали на рейсы, которые летят в Амдерму, в Усть-Карму, чтобы, не дай бог, эти люди не попали в населенные пункты, где окажутся локально и завезут какой-то вирус. Кроме того, в ходе встречи обсуждался также вопрос о целесообразности введения ограничений на движение по зимникам со стороны Республики Коми и Архангельской области. Виктор Ильин предложил ограничить возможность приезда на территорию округа граждан из этих субъектов. По его мнению, со стороны Усинска по зимникам сегодня могут проехать автомобили из Харуты и Харивера, а со стороны Мизени – вниз и далее. По словам Юрия Бездудного, возможность ограничения транспортного сообщения между регионами не входит в компетенцию региональных властей. Вместе с тем, в Рио губернатор округа считает, что повысить меры безопасности можно за счет введения мероприятий по контролю за теми, кто пересекает границы регионов. И в продолжение темы. Безопасность превыше всего. Несмотря на снижение пассажиропотока в воздушной гавани окружной столицы, продолжают действовать усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В павильоне прилета дежурит бригада медиков, а в зоне вылета установлены обеззараживающие установки. Далее все подробности. Крылатые красавцы в воздушную гавань окружной столицы стали прилетать гораздо реже. Например, этот самолет, выполняющий рейс из Архангельска, за сегодня единственный борт, прибывший из другого региона. Загрузка неполная. Порядка 50 человек. Из-за низкого пассажиропотока авиакомпании сократили количество рейсов. Однако, необходимости полностью закрывать авиасообщение сегодня нет. Считаю излишним закрывать аэропорт, как это единственная артерия, через которую можно доставить лекарства, почтовые отправления и все, что необходимо людям. Сейчас с аэропорта очень много завозят, так как пассажиропоток небольшой, очень много груза ведет, хотя рейсы сократились и весьма существенно. Более чем в три раза сократилось количество рейсов, ну а пассажиропоток упал практически процентов на 70. Для обслуживания оставшихся 30% пассажиров в аэропорту окружной столицы введены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Транслируются аудио- и видеоролики, в которых напоминают о симптомах и мерах профилактики. В павильоне выдачи багажа дежурит бригада медиков. У прибывших пассажиров обязательно проверяют температуру тела. Причем неважно, откуда прилетел человек – с большой земли, месторождения или отдаленного населенного пункта Заполярья. Входной фильтр обязаны пройти все. Считывают температуру тела на расстоянии 10-15 сантиметров. Расскажите, каким образом происходит коронавирусная фильтра пассажиров? Когда пассажиры приходят в здание прилета, выдаются термометры электронные, затем замеряем еще бесконтактный. Если кого-то выявляем, записываем, передаем. По словам медиков, пассажиры к таким нововведениям относятся вполне спокойно. Что же касается зала вылета и стерильной зоны, в основном здании аэропорта, здесь установили так называемые дезары. Это аппараты для обеззараживания воздуха. Как только появилась вспышка, как только у нас был организован оперативный штаб, мы сразу предприняли определенные меры. Мы успели еще срочно закупить вот эти дезары, они буквально пришли на прошлой неделе, с пятницы. Мы установили их в стерильной зоне, в зале вылета, там где проходит регистрацию. Это сделано для того, чтобы обеззараживать воздух. Они работают начиная с 8 утра и до окончания выполнения полетов. То есть люди находятся, скажем так, в обеззараженном помещении, потому что там ультрафиолет, фильтры есть, которые задерживают и грязь, и микробов, и работают они в постоянном режиме. Рейсы по местным авиалиниям выполняются согласно расписанию. В отдаленные уголки Ненецкого округа по-прежнему доставляют пассажиров, грузы, корреспонденцию и медикаменты. Алина Волчейская, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Декларационная кампания в Ненецком округе продлена на три месяца. Жители региона могут отчитаться о полученных в прошлом году доходах до 30 июля, а не до 30 апреля, как было ранее. Дата окончания кампании перенесена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также для обеспечения устойчивого развития экономики. Кроме того, отменена традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании. Для заполнения налоговой декларации удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация» сайта Федеральной налоговой службы России. Уточняется, что пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» заполняют декларацию в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению. Уплатить исчисленный в декларации налог по-прежнему необходимо не позднее 15 июля 2020 года. В селах Ненецкого округа не будут организовывать питание для школьников в столовых. Соответствующее решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Напомню, продуктовыми наборами должны обеспечить семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Предусмотрены сухие пайки и для малообеспеченных семей. Состав продуктовых наборов согласован с окружным управлением Роспотребнадзора. Для того, чтобы не было мест скопления людей, Департамент образования принял решение выдать детям с ОВЗ, то есть с ограниченными возможностями здоровья, и детям из малообеспеченных семей сухой пайок. По распоряжению от 9 апреля 2020 года Департамента культуры и спорта установлен перечень и количество продуктов, в соответствии с которым сформировались сухие пайки и были выданы. Добавлю, мера поддержки единовременная и рассчитана на одну рабочую неделю. Решение о дальнейшей поддержке семей, которые воспитывают школьников, входящих в категорию нуждающихся, будет принято по особому распоряжению. Жители Нарьинмара смогут заказывать продукты питания и услуги на дом. 20 апреля начнет работу онлайн-торговый центр «Маркет 83 РФ», в котором будут представлены более 25 торговых точек и салонов Нарьинмара. Александра Литкова продолжит тему. Не секрет, что в связи с ситуацией с коронавирусом предприниматели в сфере торговли и услуг терпят убытки. Посетителей поубавилось как в магазинах, так и в местах общественного питания и в центрах по оказанию различных услуг. В связи с этим открытие в окружной столице онлайн-торгового центра оказалось как нельзя кстати. И сайт разработан в виде торгового центра. То есть мы предоставляем услугу размещения уже известной Нарьинмаре, именно только Нарьинмаре сети магазинов или какого-то салона магазина. Например, магазин «Море рыбы». Сейчас можно зайти на сайт и заказать словно на дом карасей замороженных, то есть с доставкой. Положить корзину и, соответственно, получить на дом. Пока сайт работает в тестовом режиме с более чем 10 популярными в Нарьинмаре торговыми точками. Заявки от потенциальных партнеров принимаются до 20 апреля. Именно в этот день и будет официально открыт сайт. Доставка продуктов питания будет бесконтактной. Кто-то может спросить, безопасно ли это все. Да, конечно, это все безопасно, так как мы соблюдаем все меры предосторожности во время эпидемии. Мы обязываем своих курьеров из курьерской службы доставки, на которых, кстати, есть все книжки, использовать индивидуальные средства защиты. И также у нас есть бесконтактное потребление. То есть до двери антисептиком обрабатывается продукт, доносится до двери, происходит оплата в виде онлайн, и потребитель получает то, что заказывал. Создатели сайта уверены, что их услуги будут популярны и только в период самоизоляции. Сейчас разрабатывается мобильное приложение, которое начнет работу в начале мая. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Лыжероллерная трасса – не место для проведения массового досуга. Несмотря на то, что в настоящий момент она открыта, здесь действуют ограничительные меры. Из доступных объектов только сама трасса. Лыжероллерная трасса, согласно постановлению губернатора Ненинского округа, не входит в перечень объектов, попадающих под действие указа президента. Следовательно, трассу можно поддерживать в рабочем состоянии. Как и рассказал директор спортивной школы Олимпийского резерва Трут Алексей Герба, трасса работает с ограничениями, которые запрещают массовый сбор людей. В связи со сложившейся обстановкой, на самом деле сюда приходит очень много жителей города нашего. Гуляют, на лыжах гуляют, пешком гуляют. Я бы хотел предупредить, предостеречь, чтобы, во-первых, не собирались большими группами, несмотря на то, что это улица. Также хотел бы предупредить, что пешие какие-то прогулки здесь или прогулки с скандинавской ходьбой здесь мы не позволяем. Эта трасса спортивная, предназначена она для лыжников, для тренировочных мероприятий или просто кататься только на лыжах можно. Естественно, мы просим также соблюдать дистанцию, чтобы люди не собирались большими группами, находились как можно дальше друг от друга. Несмотря на то, что это улица, здесь также можно заразиться и нужно соблюдать все меры предосторожности, касаясь которых и других общественных мест. Также среди ограничений, действующих на трассе, закрытые раздевалки. Не работает и прокат лыжного инвентаря. О необходимости соблюдать меры предосторожности информируют специальные таблички. Отмечу, что введенные нормы никак не отразятся на подготовке спортсменов к ближайшим мероприятиям. Все соревнования отменены. На самом деле ситуация по стране одинаковая и спортивные мероприятия уже отменили в этом сезоне, если брать лыжный сезон, что-то перенесли на осень. В связи с тем, что у нас очень длинный сезон, мы еще можем кататься и в мае проводить мероприятия. Пока в течение апреля, на апрель то, что мероприятия были запланированы, они все отменены. Дальше, как ситуация будет развиваться, мы также и будем смотреть. Но основные мероприятия уже отменены или перенесены. Прежде всего, речь идет о таких соревнованиях, как «Северное сияние», «Гонка мужества» и «Эстафета поколений». Впрочем, последние мероприятия при благоприятном прогнозе под эпид-обстановке можно будет провести в мае. Такова информационная картина дня. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.